Мы с вами в прошлый раз обсуждали алгоритм построения терпизиальной карты, вероятный алгоритм, вы помните, да? Мы остановились на том, что сформулировали теорему. Мы предложили, естественно, алгоритм, проанализировали его и сформулировали теорему о том, что ожидаемое время работы этого алгоритма. Трапизольдалмэп, он у нас назывался Трапизольдалмэп. Есть у Атенугэн. Ожидаемый размер поисковой структуры Д. Есть у Атен. И ожидаемое для любой фиксированной точки К, ожидаемое время, затрачиваемое на ее локализацию, есть у Атлогарифм Н. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если мы говорили о том, что если мы предлагаем вероятность алгоритма решения задачи, то оценивать следует ожидаемые параметры, ожидаемое время работы алгоритма, ожидаемый объем структур. Если это релевантно, что, например, трапезиодиальная карта, она определяется однозначно, и объем ее, он детерминированный, он не зависит ни от каких-то представленных отрезков С. Вот. И, соответственно, если мы говорим об обработке запроса, то нам тогда нужно зафиксировать запрос и оценить ожидаемое время на его обработку по всем возможным структурам, которые для этого нужны. Вот. Ну, и в разных элементах то, что перед тем, как начать обрабатывать отрезки, а исходно нам было на множество отрезков, мы генерировали учебную перестановку. Соответственно, с этим мы разобрались, и более того, мы успели оценить ожидаемое время на обработку запроса и в основном приеме. Мы познакомились с методом обратного анализа, бэкбордс анализа, который для этого используется. И сейчас мы его еще раз применим. Нам осталось получить две оценки. Нам осталось получить вот эту вот оценку и вот эту. Итак, ожидаемый объем структуры D. Структура D, вы помните, что это такое, это направленный циклический граф, у которого есть листья, которые соответствуют трапесоидам нашей трапесодальной карты, и они находятся причем в взаимоднозначном соответствии друг с другом, да, листья трапесоида. То есть всего у нас листьев, их от N. Мы там доказали в самом начале прошлой лекции, что число трапесодоидов в трапесодальной карте не превосходит с 3 N плюс 1. Соответственно, то, что нам нужно оценить, нам нужно выяснить, сколько у нас внутренних узлов. Внутренние узлы не соответствуют либо отрезкам исходного множества, либо их концам, но здесь уже нет взаимодозначного соответствия. То есть один отрезок может встретиться несколько раз, как метка для узла, и карта с концов отрезка тоже может встретиться несколько раз. Поэтому здесь все уже не так однозначно. А сколько именно раз будут продублированы таким образом узлы, если можно сказать, на самом деле, они разные узлы, но отметка одна и та же. Вот это мы хотим понять. Ну и поскольку любой внутренний узел, он имеет степень 2, то после того, как мы оценим число внутренних узлов, мы получим исходную искомую оценку. Мы хотим показать, что это OATN. Соответственно, если листьев OATN, внутренних узлов OATN, и число ребра, очевидно, тоже OATN, это не больше, это 2 умножить число внутренних узлов, то мы тогда получим то, что нам нужно. Итак, мы в итоге хотим оценить математическое ожидание вот такой величины. Это сумма по I от 1 до N, это отрезки наши, то есть такие алгоритмы, адрес алгоритма. Математическое ожидание общего количества сгенерированных узлов, внутренних узлов. M, I – это число внутренних узлов сгенерированных на шаге I. Вот, хорошо. Значит, опять же, мы можем переписать это выражение таким вот образом. так, я обозначу через M и эту величину. Соответственно, то, что нас интересует, это ожидаемое количество узлов, внутренних узлов структуры D от S, которые наш алгоритм сгенерировал на шаге I. Давайте я напомню вот такую простую ситуацию, когда у нас какой-то отрезок сыриком попал. Я не очень хорошо правильно рисовала, трапезоид нужно было нарисовать наоборот со стороны вертикальными, со основаниями вертикальными. Мы с вами говорили, что если какой-то отрезок S у нас попадает, там S и попадает внутрь трапезоида, созданного на одном из предыдущих шагов, вот, то такой трапезоид дельта, он разбивается на 4 трапезоида ABCD. В этом случае у нас, соответственно, что происходит? У нас генерируются узлы. Что-то у нас P и Q и. У нас может произойти следующее. Мы генерируем узел для P и узел для Q и узел для S и ну и по одному листу для каждого из новых трапезоидов. Сейчас нарисовала это для того, чтобы сразу стало видно, что у нас число внутренних узлов, которые созданы были вот на этом шаге, на таком шаге, оно на единицу меньше, нежели число трапезоидов, которые были созданы на этом шаге. В более сложных ситуациях это соотношение не сохранится. Это останется как небольшое упражнение, что упражнение состоит в том, что требуется показать, что если отрезок, который вы добавляете на шаге И, пересекает несколько трапезоидов, ну, там просто нужно случай рассмотреть, да, вот, то все равно всегда будет выполняться такое соотношение МИ есть КИ минус 1, где КИ – это число трапезоидов, сгенерированных нашим алгоритмом на шаге И. Ну, соответственно, тогда нам достаточно оценить от ожидания количества трапезоидов, созданных на шаге И для того, чтобы получить ту оценку, которая нам нужна. Правильно? Хорошо. Сейчас мы еще раз применим метод обратного анализа, о котором мы говорили заодно, мы запомним лучше, в чем его суть. С рассуждения выглядят следующим образом. Для того, чтобы оценить количество трапезоидов, созданных на шаге И, давайте мы зафиксируем, временно зафиксируем множество отрезков СИ. Это первое И отрезков из множества С, упорядочено множество С, а порядок был получен в результате генерации случайной перестановки. Вот. И таким образом мы сейчас говорим о тех отрезках, которые были добавлены на первых и шагах друг за другим. Последним был добавлен отрезок СИ. Мы фиксируем это множество. Соответственно, после этого у нас оказывается зафиксирована также структура карты трапезоидальной Т от СИ. Да, и мы для себя еще отмечаем, что в действительности вот эта структура, она не зависит уже от того, в каком именно порядке были добавлены отрезки С1 и так далее СИ. Вот теперь нам важно только само это множество, как неупорядоченное. Давайте мы теперь введем в рассмотрение вот такую функцию. Это функция, которая, значит, функция дельта, у нее два аргумента С и дельта, которая обозначает трапезоид. Соответственно, С – это отрезок из множества СИ, а дельта – это трапезоид из трапезоидной карты Т от СИ. Давайте я тоже запишу, значит, что С у нас принадлежит СИ, а дельта принадлежит Т от СИ. Значение – это функция. Вообще-то, в некотором смысле, это характеристическая функция. Ее значение есть… Ну, хотя это, может быть, слишком смелых аналогий не будем проводить. Значит, давайте просто скажем, что функция дельта от С дельта определяется так. Ее значение есть единица. Если трапезоид дельта будет удален из Т от СИ при удалении отрезка С… Так, это С маленькая, это отрезочек С. И 0 в противном случае. Теперь давайте рассмотрим такую сумму. Давайте мы значение этой функции просуммируем по всем отрезкам из множества СИ и по всем трапезоидам из трапезоидной карты Т от СИ. Как мы с вами говорили, для любого трапезоида найдется не более четырех отрезков в нашем множестве, которые повлекут за собой его удаление, удаление которых повлечет за собой удаление трапезоида. Для того, чтобы такое произошло, нужно, чтобы отрезок, который удаляется, определял… Значит, он либо был для этого трапезоида топ от дельты, то есть отрезком, который определял его верхнюю сторону, либо ботом, либо определял бы его левую или правую точки. Мы вводили эти понятия, да, вы помните? Значит, если у нас вот так вот что-то выглядит, значит, вот у нас топ от дельты, вот там вот это вот левая точка трапезоида, это правая точка трапезоида. Вот, соответственно, поскольку для каждого отрезка, для каждого трапезоида, простите, найдется не более четырех отрезков, для которых значение вот дельта, S от дельты есть единица, мы можем написать, что это двойная сумма, она не превосходит до четырех умножить на количество трапезоидов в трапезоидальной карте T от SI. Давайте я условно напишу вот такое обозначение, да, как бы мощность трапезоидальной карты, это, конечно, ну, немножечко условное обозначение, как для множества, но это количество трапезоидов в ней. Отлично. А что же нам нужно? Отрезок, значит, любой отрезок из нашего множества, S1 и так далее, S и с равной вероятностю мог быть добавлен последним. Поэтому, давайте мы еще сразу скажем, да, вы сейчас на этом шаге тоже можете сделать, что поскольку при выписывании, при получении этой оценки мы не использовали никакие свойства множества SI, она верна для любого множества SI, соответственно, мы можем забыть о том, что она была фиксирована. Мы теперь можем написать, что мат ожидания числа трапезоидов сгейерированы на шаге I. Это есть одна ИТ умножить вот на эту двойную сумму. То есть это у нас несколько трапезоидов, опять же, у нас не более, чем 3N плюс 1, то это, ну вот опять же число, но я пишу это от И делить на И, то есть есть О от единицы, это константа. Это ожидаемое число трапезоидов сгейерировано на шаге I. И опять же, обратите внимание на то, что вообще говоря, на шаге I мы можем сгейерировать O от N трапезоидов, да, то есть у нас, разумеется, это выполняется, поскольку у всего трапезоидная карта O от эн трапезоидов, значит, не более, чем O от N было сгейерировано на любом из шагов, то есть оценку в O от N квадрат, тривиальную, но совершенно бесполезную, мы, конечно, сразу могли бы получить, вот, а на самом деле, точнее, оценку для числа трапезоидов, созданных на шаге I, O от N просто, ну и, соответственно, оценку для структуры данных O от N квадрата, потому что я имела в виду, вот, но на самом деле лишь константа из числа трапезоидов, это ожидаемое количество их, созданное на шаге I, и таким образом, поскольку у всего у нас было N шагов, мы получили нашу оценку. Мы теперь можем заключить, что ожидаемый размер структуры D от S составляет O от N. Правильно? И самое последнее, что нам осталось сделать, нам осталось оценить ожидаемое время работы алгоритма. Ну, это сделать уже совсем нетрудно. Для того, чтобы оценить ожидаемое время работы алгоритма, нам, по сути, достаточно только вспомнить, как он работал. Мы вначале сгенерировали случайную перестановку наших отрезков, на что мы затратили время O от N, где иное количество. После этого мы проинсионализировали трапезоидальную карту D от S и поисковую структуру D от S, используя всего один прямоугольник, вот этот вспомогательный, который мы сами уже построили, который заключает все наше множество отрезков внутри. На это мы затратили, естественно, константное время. Что же происходило дальше? Дальше мы на каждом из наших N шагов мы выполняли одно и то же, одни и те же операции. Мы на шаге I вначале выполняли локализацию левого конца добавляемого отрезка в трапезодальной карте, которая была к тому шагу, с использованием наших структур. И на этот момент мы можем использовать ту верояттутную оценку на время обработки запроса, которую мы получили в самом начале. Поэтому мы с нее и начали. Таким образом, первое, что мы делаем, мы локализуем левый конец добавляемого отрезка в уже построенной трапезодальной карте за время, ожидаемое время, подчеркиваю, вот это время детерминированное, а ожидаемое время, которое затрачивается на локализацию, как мы знаем, это от логарифм I. И кроме того, что нам еще нужно было сделать? Нам нужно было обновить структуры DTS и TTS. И мы говорили о том, что эти операции, все необходимые операции, которые нам приходится выполнить, они выполняются за время пропорциональное количество добавленных трапезоидов. Трапезоидов созданы на шаге I. Соответственно, опять же, мы записываем, используем вторую оценку, которую мы тоже намеренно получили раньше, ожидаемое количество трапезоидов в добавленных на шаге I есть от единицы, поэтому вот эта часть, соответственно, вот это как раз и есть то, почему мы в итоге получаем ожидаемое время работы. Но вот это вот все вместе нам, естественно, дает ожидаемое время работы алгоритма от N log N. Это последняя ссылка, которую мы хотели получить. Согласны с таким рассуждением? Вот. Вот мне от обратного анализа, значит, это один важный прием, который мы запомнили. Я думаю, теперь мы уже запомнили, чем заключается. Всегда, когда мы получаем варятую оценку, нам в какой-то момент, как правило, ну просто всегда, нам, ну можно, наверное, какие-то другие обсуждения, рассуждения попробовать привести, но в тех рассуждениях, которые мы будем проводить впредь, мы всегда будем фиксировать некоторое множество, которое является подмножеством всего, множества входных данных, с которыми мы работаем. Будем какие-то получать оценки, исходя из того, что множество фиксировано, а потом избавляться от положения того, что оно фиксировано, поскольку мы не использовали конкретных его свойств. Это один важный прием. И другой красивый тоже элемент вот этого алгоритма, это красивые эти в процессе работы алгоритма использовать то, что мы уже построили, для того, чтобы сделать следующий шаг. и заодно применять оценки, которые мы получили для оценки сложности. Хорошо, значит, мы, наверное, разобрались. Как мы уже поняли, лепестальная карта может использоваться для локализации точки на планарном подразмечении. мы изначально так поставили задачу. Мы помним, как это сделать. Можно начать с любого ВПЛГ, построить для множества его репротописедальную карту, ассоциировать границ репротописедальной карты с гранями исходного ВПЛГ, для которого наша карта является измельчением и так выполнить локализацию. Ну и давайте мы еще одно применение репротописедальной карты давайте тоже обсудим. Теперь уже репротописедальной карты здесь уже нет ничего вероятности репротописедальную карту кстати говоря, ну конечно ее можно построить и не прилегая к вероятности методам. Как вы думаете как можно построить сферсидальную карту детерминированным алгоритмом? ну наверно было сортировать начальные левые концы отрезков и покрыть да то есть в принципе да а если чуть-чуть эту аналогию расширить я имею ввиду метод, который можно разрабатывать сортировать да, сортировать и идти по ним слева направо это что означает в данном случае заметание вертикально-прямой вот еще одна такая задачка для самостоятельной работы предложить продумать как будет будет детерминированный алгоритм который решает задачу построения трепезиальной карты методом плоского заметания вот хорошо как еще можно использовать трепезиальную карту она используется в задачах планирования движения как выглядит такого рода задача у нас есть некоторые пространства по которым уходят интеллектуальные агенты это может быть какой-нибудь лабиринт это может быть в игре стрелялки соответственно схема помещений и так далее то есть план как правило он представляется естественно при помощи охоты специальной карты в упрощенном варианте это просто такая двумерная конструкция на самом деле конечно в более сложных вариантах она трехмерная но простой вариант о котором мы будем говорить это некоторая область допустимая область для перемещений вот в принципе у нас есть видимо какая-то большая часть плоскости внутри которой сосредоточено все что нам нужно но ходить мы там можем не везде это не вот такая большая прямоугольная комната в которой можно ходить а какое-то помещение с которым мы расставим препятствия и преграды и свободная зона это полигональные области в конечном счете может быть там что-то более хитрое может быть там какая-нибудь вот такая конструкция когда есть запрещенная область но есть какой-то способ попасть перенестись да из одной связанной компоненты области разрешенной допустимой в другую связанную компоненту так или иначе вот области те которые нам интересны те которые нам интересны это многоугольник и соответственно можем говорить о том что мы работаем с плоским планарным подразделением в котором выделены области которые для нас являются запрещенными это уже знакомые нам по ПЛГ и мы хотим что сделать мы хотим решить задачу в такой постановке нам дана начальная и конечная точки в свободной области ну может быть и не в свободной но если соответственно отдать их запрещенной области мы должны просто это выяснить локализовав точку соответствующим планам предотвенения и получать эпизодальной карты вот итак у нас есть начальная и конечная точка и мы хотим подсказать нашему интеллектуальному агенту быстрый способ добраться из первого во второго мы хотим предложить алгоритм какой-то который позволит эту задачу решать быстро и кроме того достаточно естественным способом ну вот кстати говоря наверное как с вашей точкой в принципе в принципе можно такую задачу попробовать решить просто какие есть идеи ну вот любой способ абсолютно любой что приходит в голову это совершенно именно способ попытаться провести примуру посмотрите какими приказами она пересекается и попытаться дальше литвиться обходя каждое из них слева или справа и вот соответственно строить такое дерево по каждому препятствию пока наконец-то не выяснится каким вариантом можно прийти и выбрать кратчайше да скорее всего тут будут проблемы с эффективностью с эффективностью будут особенно если мы решаем много таких задач то есть если нам часто приходят запросы в виде пары точек и нам нужно каждый раз такую конструкцию это сработает безусловно мы выясним как пройти если можно сделать и поймем если невозможно сделать мы поймем что это невозможно но это действительно дорогостоящий конечно алгоритм по времени если мы хотим решать задачу как массовую то есть у нас будет много таких запросов намного раз придется отвечать на вопрос такого типа мы хотим построить какую-то структуру данных которая нам поможет ну как вы думаете какая структура данных здесь в принципе какую структуру данных было бы логично использовать для того чтобы смоделировать движение по свободной области тренингуляцию можно но это чуть-чуть может быть перебор если проще почему ходят что на профессиональную карту ну вот это уже хорошая идея а профессиональной карты нам недостаточно вот чтобы нам еще такое отдавать в профессиональной карте чтобы нам было удобнее где вообще пути строят в каких структурах в графах да вот то есть хочется какой-то граф построить вспомогательный в который мы потом собственно будем искать пути что хотите обсbalance да но дальше начинается вопрос начинается возникать вопрос о том граф который мы построили он достаточно хорошо flattened достаточно хороший ответ нам дает или нет трав смежности граф смежности да в принципе у вас есть плана на пред tomatoes и вы хотите просто понять в какую вы можете перейти да но вопрос движение внутри грани При этом, конечно, тоже у них приостается. Грани могут быть невыпуклые, грани могут быть с дырками, опять же, да, то есть там... Да, вот, так что здесь есть нюансы. Ну вот давайте вот такую вот еще одну простую идею, которую мы, видимо, не успеем развить в курсе, но идея красивая тоже и полезная. Она заключается вот в чем. Вот если мы, вот пользуясь вашим способом, если мы начнем строить путь, значит, мы просто провели отрезочек, посмотрели. Посмотрели, что там у нас, так, что-то он тоже оказался зеленым. Посмотрели, что он пересекает, стали, конечно, препятствия обходить. Значит, что мы получили бы? Мы получили бы, очевидно, ломаную при этом. Ломаную, вершина которой определялись бы вершинами препятствия. У нас могла бы быть вот такая ситуация здесь. У нас, если мы пошли вот так вот прямой, мы пришли во внутреннюю какую-то точку ребра, а потом вот мы прошли вот там, такое-то вершинное препятствие, стали его обходить. Вот, мы уже было бы сделать чуть-чуть более простым, естественным движением. Если бы мы вот не так вот прямо шли, да, вот пока не упремся в стенку, а видя, что перед нами стенка, если бы мы пытались ее обойти, пойти в направление ближайшего угла, который мы видим, скажем так. Вот, да, то есть это вот, да. То есть выпукло-ополочку препятствие, потом уже идти на ее край. Можно выпукло-ополочку, можно даже более общий вариант. Мы можем построить граф видимости, который определяется следующим образом. Его вершина – это вершина. Значит, если мы говорим о структуре вспомогательной, которая является одинаковой для всех запросов, то она определяется так. Мы рассматриваем вершину всех препятствий, это будет вершина нашего графа видимости. А дальше мы соединяем ребрами те пары вершин, для которых соответствующая точка на плоскости видит друг друга в уже первующее нам понимание. То есть если мы соединим две точки отрезком, он не пересвечет никакого препятствия даже по границе. Вот, то есть если мы построим вот такую вот конструкцию, да, я здесь не буду дорисовывать совсем все-все-все, я сколько-то ребр нарисовала, их, конечно, больше. Вот, а дальше как мы можем решить нашу задачу? Мы, получив точку-запрос, значит, начало, мы вначале переходим в ближайшую вершину графа видимости, которую мы опять же видим. То есть по сути дела мы должны еще раз решить вот такую вот задачку локальную, задачку добавления вершины к графу видимости. Вот, переходим в ближайшую, ну или в какую-то вершину, которую мы видим. Определяем также ближайшую вершину, скажем так, вершину, в которую мы знаем, как попасть из точки t. И дальше мы в графе строим путь между соответствующими двумя вершинами Ну и получаем путь из S в T Нам нужно вначале перейти из S в начало этого пути Потом из конца этого пути перепрыгнуть в T И вот вам маршрут И это уже будет достаточно эффективно Но если не считать того, что граф видимости Как-то не трудно понять Он может быть квадратичного размера То есть здесь уже начинаются некоторые нюансы Здесь нюансы, которые связаны со сложностью Ну и кроме того, то, о чем тоже порой приходится задумываться Это естественность То есть если мы моделируем движение Опять же, какого-то интеллектуального персонажа Мы хотим, чтобы его движение выглядело достаточно естественным Наверное, это будет странно Если он будет так от угла к углу ходить И как бы об очередной углу ударившись Начинать движение кого-то в другом углу Так, немножко странный вариант Ну и, соответственно, возникает тогда очередной вопрос Как же смоделировать более натуральное перемещение такого персонажа Давайте я граф видимости сейчас сотру Чтобы он нам не мешал больше Вот, и вот как раз для того, чтобы более естественным образом Смоделировать то, что мы хотели бы Нам как раз поможет помочь специальная карта Это ровно так она используется Используется очень... Ну, не только так, но в частности Именно так она используется И результаты получаются хорошими Вот, ну, нам, конечно, вначале нужно построить эпизодальную карту Я вот сейчас что-то такое здесь нарисую Значит, нам, если бы применение нашим гранителем То, конечно, мы должны были бы построить ее для Всего множества отрезков ребер нашего графа При этом некоторые грани попали бы в запрещенные области Но мы могли бы потом эти грани просто удалить То есть, если мы работаем с ППЛГ Значит, мы знаем, какая его грань представляет собой разрешенную область Какую запрещенную И точно так же, как мы делали раньше Мы строим специальную карту, строим измельчение Которое является измельчением этого ППЛГ Ну, а дальше для каждого трапезоида нужно понять Он лежит в запрещенной области Или он лежит в разрешенной области Ну, как понять? А очень просто Например, можно посмотреть на верхний отрезок Вот на топ для этого трапезоида И посмотреть, область разрешенная лежит под ним или над ним Если область разрешенная под ним И мы тоже сейчас находимся под ним Мы в разрешенной области Если область разрешенная над ним Значит, этот трапезоид мы помечаем как запрещенный Или просто даже Ну, просто удаляем это, наверное, слишком радикальный вариант Скорее всего, нам для корректости будет лучше Понять всего как запрещенный Но так или иначе Вот если там такие задырки были Там тоже строится специальная карта локальная Так или иначе, мы такую структуру получаем Так я не могу сказать, что здесь мелкие трописоиды не очень удобные нам сейчас будут, но, тем не менее, она выглядит вот так. Так, красных ломастеров у нас, а, есть красный ломастер, давайте мы его задействуем. Ну, что мы делаем дальше? Значит, дальше мы строим граф, который называется «Карта дорог». Roadmap. Значит, идея такая же, это вспомогательная структура, которая каким-то образом пронизывает разрешенную область, по которой мы будем ходить. Если мы, если начальная точка не является его вершиной, мы начали должны перейти в ближайшую вершину. Структура выглядит так. Для каждого из трописоидов, с которыми мы работаем, значит, вот эта вершина, она у нас вот здесь. Сейчас. Для каждого из трописоидов мы рассматриваем, во-первых, некоторую его внутреннюю точку, например, точку пересечения диагонали. Такой, естественно, вариант. Да, вот трописоид. Берем две обы диагонали, берем точку их пересечения. Для каждого трописоида мы будем рассмотреть такую точку. Далее, для каждого из вертикальных сторон мы проверяем, она целиком является верхним или нижним расширением для какого-то, для какого-то конца, какого-то отрезка. Вот как в этом случае, да, вот для вот этой точки, левая сторона соответствующего трописоида, это нижнее расширение для вот этого отрезка. Вот, ну а другой вариант, это вертикальная сторона может быть объединением верхнего и нижнего расширения для какого-то отрезка. Вот все расширения, которые мы при этом обнаружили, мы рассматриваем поочередно и в середине каждого из этих расширений мы ставим точку. Она будет также вершиной нашего графа. И дальше мы центр соединяем, центр трописоида, это вот я условно точку первую называю центром, который внутри. Внутреннюю вершину графа, которая лежит внутри трописоида, мы соединяем ребрами с теми вершинами, которые лежат на его сторонах. Вершины вот эти лежат только на вертикальных сторонах, на одной вертикальной стороне может быть одна или две таких вершин. Ну и вот так вот, давайте теперь вспомогательную вот эту диагональю тоже сотру. Сейчас, например, две, это если у нас не было совпадающих абсциссов. Да, если есть совпадающие, там тоже будет хуже, конечно, но мы об этом пока еще по-прежнему не говорим. Вот. Ну вот таким вот образом, да, я, наверное, весь этот граф не буду адресовывать, но идея, в общем, я думаю, уже сейчас вполне понятна. В итоге мы получаем граф. То, что важно для нас, что этот граф, как ни трудно заметить, он является плоским. То есть это такой плоский граф, который целиком лежит внутри разрешенной области, по которому, по ребрам которого мы можем свободно перемещаться, не натыкаясь на стены препятствий. Ну и дальше задача так и решается, как мы уже говорили. Мы локализуем точку в трапезодальной карте. Вот здесь нам уже нужна трапезодальная карта. Определяем внутрь, какого трапезоида мы попали, и переходим в вершину графа, которая соответствует его центру. Еще точно так же мы для конечной точки нашего пути определяем, в кое трапезоида она попала, и находим вершину графа, центр того же трапезоида. Еще дальше мы строим путь в графе между этими двумя выделенными вершинами, и дополняем в него ребра, которые нужны для того, чтобы в начало этого пути из точки S попасть, и для того, чтобы потом из конечной точки перепрыгнуть точку T. И вот такое вот движение, значит, здесь уже запросы все обрабатываются быстро. Граф у нас имеет сложность ООТН, значит, у него ООТН вершин, и ООТН ребер. Его ребра попарно не пересекаются, очевидно. Вот поэтому ходить по нему очень приятно. И структура для локализации, которая помогает найти ближайшую вершину, она уже у нас под рукой. И нам не нужно, в случае графа видимости, там вот эта задача определения видимых вершин по отношению к данной точке, но она, кстати, тоже хорошее упражнение. Давайте сразу формулирую как задачу, наверное, тоже, поскольку сейчас так слову, очень хорошо сказать. С карты дорог понятно, да? То есть у нас в итоге получается структура, значит, карта дорог, сложность ее ООТН, и сложность обработки запроса к такой структуре, запрос – это поиск пути, она выполняется тоже за время большей сложности ООТН. То есть мы затрачиваем ООТ логарифм Н на локализацию. Причем в трепезиальную карту мы можем затрачивать, мы можем использовать алгоритм локализации с использованием вероятности структуры, тогда у нас будет ожидаемое время на локализацию точки. Мы можем перейти к чему-нибудь еще, локализовывать точку за время детерминированного логарифма Н, например, при помощи треагуляции Киркопатрика, хотя это, конечно, уже сложно. Но, в общем, здесь уже есть очень много вариантов, как развивать эту идею. Но самое главное, что мы… Значит, то, что нужно понять, что у нас есть эффективная структура плоских графов, которая поможет моделировать очень хорошее естественное движение. А есть ли какие-то оценки на оптимальность полученного пути? Вы имеете в виду, например, по длине, да? Насколько он… Вот для такой структуры, пожалуй, нет, но такого рода задачи, конечно, решаются. То есть, например, если вы говорите о многоугольнике, невыпуклом, допустим, сложном, да, каком-то, вы можете поставить так задачу, вы рассматриваете две его внутренние точки S и T, и вы хотите построить путь из S в T, который с руком же снахи многоугольника, и, значит, дальше кем у вас варианта? Вы можете захотеть, чтобы он отличался от оптимального не более чем на какую-то величину, например, не более чем в 1 плюс эпсилон раз. Вот. Вы можете захотеть понять, насколько путь внутри вашего многоугольника будет длиннее, чем евклидовое расстояние между двумя заданными точками, просто евклидовое на плоскости, в худшем случае для этого многоугольника. Вот такие задачи решаются, это очень интересная и красивая задача. В частности, меня занимается группа Рольфа Кляйна в Бонне, там хорошая очень группа. Вот. Так что, если вам такого рода задачи интересны, мне очень нравятся такого рода оценки и алгоритмы. Я думаю, что если вы заглянете туда, вы наверняка что-то интересное обнаружите. В Германии других местах занимаются такими задачами, не только в Германии. Значит, там будет на... Если есть интересное, будет на что посмотреть. Однако на практике здесь, чтобы построить естественное движение, нужно будет, конечно, еще вот этот путь по графу оптимизировать, чтобы он не делал лишних движений тоже. В принципе, да. Теоретически здесь, конечно, могут быть вот такие вот какие-то колебания. Но, в принципе, это уже... На практике это работает хорошо, скажем так. То есть, при том, как обычно выглядит схема для такого рода помещений, лабиринтов и так далее. На практике просто применяют в честном виде этот алгоритм и бывают довольны. Хорошо. Значит, еще одна вспомогательная задача, которая тоже при этом всплыла. Давайте мы тогда тоже запомним, что она есть. Так, это задача построения графа видимости, значит, для полигональных препятствий. На самом деле видимость – это тоже стандартная тема. Есть замечательная книга, которая посвящена всем заданиям видимости. Потому что видимость – это понятие, которое можно определять тоже довольно разнообразными способами. Соответственно, можно по-разному ставить задачи. Некоторые из них бывают, естественно, сложными в том смысле, что это сложная или трудная задача, в зависимости от того, как они поставлены. Некоторые решаются эффективно. Так или иначе, структура, о которой мы сейчас говорили, граф видимости, без обережья графа. Простите, а задача картины галереи распространяется или нет? Нет. Хотя, в принципе, скажем так, некоторым образом, конечно, да, потому что мы тоже говорим о видимости. Там охранники должны что-то видеть. То есть, может быть, правильный ответ – и да, и нет. То есть, если вы рассуждаете строго, то, конечно, да. Если вы хотите найти какую-то литературу, то для того, чтобы найти что-то сходное с задачей картины галереи, нужно искать Art Gallery Problem. Если вы будете искать Visibility или Visibility Graphs, то вряд ли вы найдете ее. Соответственно, как она ставится? Ну, вот так и ставится. Вот дано множество многоугольников. Нам требуется... Многоугольников на плоскости, которые являются запрещенными для нас, нам требуется построить граф видимости для их вершин. Для множества вершин этих многоугольников. То есть, граф, вершинами, которые являются совершенно многоугольников, а ребра соединяют вершины, которые друг друга видят. Соответственно, вы можете подумать, как, в принципе, можно решить такую задачку. Но я сразу дам некоторую подсказку, которая заключается вот в чем. Мы хорошо уже знаем метод плоского заметания. И мы уже знаем, что плоскость можно заметать прямую и горизонтальную, а можно заметать плоскость прямую и вертикальную. Это мы уже, так сказать, проверили на основном опыте. Но этим, конечно, не исчерпываются способы заметания. Плоскость можно заметать, например, вращающимся лучом. Вы фиксируете некоторую точку, выпускаете из нее луч, и потом его поворачиваете. Кроме того, есть так называемое топологическое заметание, топological sweep. Это заметание более сложными, кривыми. И этими задачами много занимался Герберта Зебруна, которого я уже упоминала, в Ярославле Мегагранд. То есть, топological sweep – это очень интересная тоже тема. Но ее, конечно, мы совсем не затронем. А вот заметание лучом – это то, что полезно тоже, так сказать, попробовать своими руками смоделировать и применить для решения какой-то задачи. И задача, о которой мы сейчас говорим, задача построения графа видимости, она может быть решена как раз при помощи этого метода. Что нам нужно сделать по сути дела? Нам нужно для каждой из вершин наших препятствий определить, какие из других вершин из нее видны. В каком случае одна вершина другую не видит? В том случае, если соединяющий эти две вершины отрезок пересекает ребро другого многоугольника. Пересекает даже, может, не вдаваться в детали, может быть, даже другого, а того же. Но они не видят друг друга в том случае, если соединяющий их отрезок пересекает границу какого-либо из многоугольников. То есть, по сути дела, задача, которую мы решаем, она сводится вот какой. Дана некоторая точка на плоскости и множество отрезков также на плоскости. Нам требуется определить, ну, в той постановке, которую мы сейчас имеем в виду, нам требуется определить, какие из концов этих отрезков видны из нашей точки P. Можно поставить задачу по-другому. Можно спросить, для каких отрезков мы видим хотя бы одну их внутреннюю точку или там одну их любую там точку, внутреннюю или конечную, из нашей точки P. И вот для решения такой задачи можно использовать заметание вращающимся лучом. Это как раз будет очень эффективно. То есть, вы выпускаете луч. Статусом при этом что будет, как вы считаете? Что мы храним в статусе? Отрезки, да. Отрезки, которые пересекают наш луч, упорядочены по возрастанию расстояния от точки P до точки пересечения. А точки событий? Концы отрезков, да. То есть, когда вот мы наш луч вращаем, будем вращать в тот момент, когда наш луч проходит через конец некоторого отрезка, у нас статус изменяется. При этом это не означает, что изменился, например, видимый отрезок, да. То есть, может быть, у нас там вот что-то такое произошло. Вот мы сейчас прошли через дальний конец вот этого отрезка, мы его выбрасываем из статуса. На самом деле, видим мы по-прежнему вот этот вот отрезочек S. Но некоторые изменения произошли, и потом в дальнейшем они могут сказаться, естественно. Поэтому, если мы решаем это задачи таким вот методом, то мы должны обновить статус. Вот. А в те моменты, когда нам нужно выдавать видимый объект, это может быть конец отрезков, конец отрезка, или это может быть просто отрезок весь, ну вот в каких-то точках событий мы это будем следать. В каких-то идентина понятно. То есть, речь идет о тех точках событий, которые являются концами видимого отрезка. Да? Вот. То есть, вот такое вот тоже небольшое упражнение. Это додумать до конца, как этот подход будет работать. Вот. Просто записать алгоритм. Ну и время будет снять, сейчас, наверное, вы без труда с этим справитесь. Хорошо. Давайте-то начнем разговор на другую тему, а именно разговор о диаграммах Воранова. Диаграмма Воро-Ногу. По-английски называется Ворона-диаграмма. Своим появлением она обязана математику, которого зовут Георгий Феодор Степич Вороной. Сейчас родился он в 1868 году. Он родился в Подполтаве, там, в такой деревне Журавка. Это Украина. Тогда Украина была просто частью России. А умер он в Варшаве в 1908 году. Учился он в Санкт-Петербургском университете. И работал потом тоже у нас. Ну а после этого Варшава, это тоже, так сказать, это все относится к России. Собственно говоря, он после этого работал в какое-то время в Варшавском университете. К сожалению, совсем недолго, на самом деле, он прожил. Но вот эта конструкция диаграммы Вороного, которую он предложил, ей, соответственно, больше 100 лет. Ее несколько раз переоткрывали в разных областях. У нее огромное количество применений в массе разнообразных областей. То есть это и области, это и математические задачи, это и физические задачи, что-то возникающее в естественных науках. И, в общем, можно очень много говорить только на эту тему. Постановка задачи, она очень простая. Ее еще часто называют базовой постановкой, в которой мы будем ее рассматривать в деталях. Постановка задачи, которую называют еще пост-офис проблем. Это стандартное тоже название. Выглядит так. У нас есть множество точек на плоскости, которые представляют собой некоторые объекты одного типа. Допустим, это отделение, почтовое отделение. Человек, когда в городе расположить почтовое отделение, он хочет отправить письмо, ему нужно понять, какое отделение является для него ближайшим, куда пойти. Ну и мы при этом в простейшем случае, естественно, рассматриваем такой вариант, когда идти можно сквозь стены и не по дороге, или вклидовая просто метрика. Но, в принципе, можно, конечно, с разными метриками решать всю задачу. То есть можно, в принципе, смоделировать действительно в настоящей ситуации, введя подходящие метрики. Хорошо. Значит, в принципе, задача на интуитивном уровне ставится именно вот так, как ее формализовать. Так, нам дано множество... Начнем мы работать на плоскости, будем работать в R2, на плоскости сквозь метрика, как мы до сих пор всегда работали. У нас есть множество точек P. Мы будем обозначать P1 и так далее, Pn, множество из-за наточек на плоскости. И для того, чтобы определить диаграмму Воронова, мы для начала определим ячейку Воронова, соответствующего некоторой точке из этого множества. В итоге в диаграмме Воронова каждой точке из данного множества соответствует ровно одна ячейка, а определяется она так. Мы будем обозначать ее через V от P, и это ячейка Воронова. По-английски часто называется Voronoi Cell. Если говоря о диаграмме Воронова, можно встретить и другие названия, можно встретить название Voronoi Face, можно встретить название Voronoi Face, особенно если это что-то более сложное, чем точка на плоскости. Но всегда имя Воронова фигурируется, и под дополнение можно понять, чем идет речь. Как же потеряется ячейка Воронова соответствующей точки P1? Это множество всех точек плоскости, которые расположены к точке P1 ближе, чем к любой другой точке из множества P. так формально определяется ячейка Воронова. А диаграмма Воронова – это разбиение плоскости на ячейке Воронова. Поскольку для любой точки плоскости мы можем найти ближайшего соседа во множестве P, диаграмма Воронова поделяется однозначно. Давайте вот можем попробовать прямо для этого множества нарисовать. Я не уверена, что это самое. Давайте я нарисую сначала для более простого множества, а потом мы его усложним, для того, чтобы было понятно, как это выглядит. Примерно так может выглядеть диаграмма Воронова для множества вот этих пяти точек. Все точки, которые лежат внутри этого единственного многоугольника, грани Воронова, ячейки Воронова, все эти точки ближе к точке P. Все точки, значит, там P и ее обозначим, все точки, которые лежат внутри вот такой многоугольной области, неограниченные, они ближе к этой точке и так далее. Вот такой пример несложный. Ну, в принципе, здесь тоже можно, конечно, все это как-то построить. Вот. Как это будет выглядеть? Наверное, как-то вот так. Сейчас еще перерисую, чтобы было однозначно это. Вот примерно так она выглядела бы, наверное, в этой ситуации. Я не совсем аккуратно рисовала, середина прям стекулярно, на самом деле, вот к этому отрезку. Вот. Хорошо. Итак, мы поняли, как определяется ячейка Воронова. Давайте теперь подумаем, как еще можно описать эту структуру, для того, чтобы лучше понять ее. Давайте сделаем так. Давайте мы рассмотрим на плоскости некоторой точки P и Q. И для такой пары точек ведем в рассмотрение полуплоскость, которая ограничена прямой к отрезку P и содержит точку P. Вот H от P и Q это вот полуплоскость, которая ограничена указанной прямой и содержит точку P. Вот это вот она. Тогда ячейка Воронова для точки P и так, я просто через V ее обозначала, да, V от P и это что такое? Это есть пересечение всех полуплоскостей. Так, я их это все-таки очень мало места оставила. Так, значит, что-то я пытаюсь писать выражение туда, где места для него не хватает. Значит, V от P и это пересечение полуплоскостей вида H, P и P, то есть мы рассматриваем все пару точек из множества наших точек вида P и и любая другая точка, не совпадающая с ней. Значит, для каждой такой пары рассматриваем полуплоскость, которая ограничена при перегуляром соединяющей точки отрезку и содержит точку P и те точки, которые ближе к P и чем к P и G, они очевидно лежат внутри такой полуплоскости. Рассматрив такие полуплоскости для всех точек, не совпадающих, всех точек из P, отличных от P и взяв их в пересечение, мы получим ячейку Воронова. Правильно? Для точки P и. Какие выводы мы делаем сразу? Мы сразу можем сказать, что тогда VtP она содержит не более чем N-1 вершину и не более чем N-1 ребро. Граница? Ну, многоугольник, да, то есть граница. Это тонкий момент, вы правы, потому что мы определили ячейку как множество, к тому же открытое. Поэтому, да, поэтому содержит здесь неподходящее слово, согласна. Тогда мы можем сказать, что замыкание ячейки Воронова это уже многоугольник, да, значит, что такой многоугольник имеет, ну, хотя, в принципе, открытый многоугольник так тоже можно сказать. Да нет, это не смертельно. Вот, в общем, так или иначе, ячейки Воронова являются многоугольником, выпуклым многоугольником, заметьте, поскольку это пересечение полуплоскостей, которое имеет не более N-1 вершины, не более N-1 ребра. Далее, что еще можно сказать о диаграмме Воронова? Давайте мы такое докажем, теорему о ее свойствах. Она будет состоять из двух утверждений. Первое такое, если все точки из P лежат на одной прямой, то диаграмму Воронова для множества P, давайте мы тоже введем вот такое обозначение, будем его использовать. Диаграмму Воронова для P, для множества точек P, мы будем означать через VOR от P. И на самом деле вот в этом определении в нем тоже скрыта некоторая неоднозначность. Дело в том, что, скажем так, диаграммы Воронова называют обычно то, что в данном контексте удобнее так назвать. Можно говорить о разбиении плоскости на ячейке, можно говорить о том графе, который индуцирует это разбиение. Такая вот игра, она всегда имеет место, так делают все, так будем делать и мы. Но неоднозначность в понимании это как правило не создает. Я просто сразу уговариваю, что вот такое небольшое злоупотребление оно грядет. Соответственно, вот просто мы сейчас будем говорить о вершинах и ребрах диаграммы Воронова, вершин и ребра разбиения плоскости на грани, вообще говоря, ну, вообще говоря, это не тот объект, для которого можно говорить без дополнительных определений о таких вещах. Хорошо, значит, если мы говорим сейчас о диаграмме Воронова как о графе скорее, у которого есть полубесконечные или бесконечные ребра, тоже другой нестандартный граф. Значит, тогда как мы сформулируем теорему? Если все точки СП лежат на одной прямой, то диаграмма Воронова множества П, множества точек П представляет собой множество состоящие из одной правильной прямой. Простите, а вот как если уж мы сталкиваемся с условно-карикой полубесконечными ребрами, вот по вашему опыту как чаще с ними обходятся, то есть вводят специально такое понятие полубесконечного ребра или вводят точку бесконечности? Смотря в какой ситуации. Вопрос действительно хороший. Где-то нам нужна именно точка бесконечность, мы об этом мы с этим скоро столкнемся. Если говорить о структуре данных, которые используются для представления диаграммы Воронова, мы об этом будем говорить, но это я сразу отвечу. То есть мы, как правило, работаем опять же только с той областью, которая нам интересна, она должна содержать в себе все замкнутые ячейки Воронова, а все ребра полубесконечные, они соответственно будут перетекать, и в итоге будем работать с разбиением большого прямоугольника, ограничивающего ту область, которая нам действительно интересна. Соответственно, если ситуация вырожденная, то, соответственно, у нас все ребра диаграммы Воронова как раз прямые, причем параллельные, а если это не так, то диаграмма Воронова, как граф, она является связной и любое ее ребро это либо отрезок, либо луч. Вот, ну как это доказать? Ну, первая часть, она совершенно очевидна. Естественно, если у нас здесь эти точки лежат на одной прямой, то любая пара соседних точек в соответствии с упорядочением, которая имеет место, она индустрирует, она порождает ребро диаграммы Воронова. Это прямая, которая перпендикулярная той, что содержит наше множество и проходит через середину отрезка между этими точками. Соответственно, то, что мы хотим доказать, по-настоящему, это вторая часть. Мы хотим доказать первую связность диаграммы Воронова, а во-вторых, то, что в невыжиденном случае ребер прямых она уже содержать не может. И начнем как граф, как раз. Как граф, именно в понятии, сейчас мы говорим о ней как графе. Вот, хорошо, давайте мы вначале докажем, что не может быть ребер, которые представляли бы собой прямые. если у нас невыраженное множество точек. Если множество точек находится в общем положении, ну, даже общее положение не надо говорить, потому что общее положение это никакие три лежат на одной прямой. Обычно так. То есть, если наше множество точек содержит хотя бы три точки, лежащие на одной прямой, то диаграмма Воронова не содержит ребер, которые являлись бы прямыми. Докажем мы это от противного. Давайте мы предположим, что у нас есть пара точек ПИ и ПЖ, которые определяют ребро диаграммы Воронова, которая является прямой. Я для просты нарисовала ситуацию, когда ПИ и ПЖ лежат на одной экзентале прямой, а Е это вертикальная прямая, соответственно. Хорошо, давайте сделаем так. Давайте мы рассмотрим некоторую точку ПК, которая не лежит на прямой, проходящей через ПИ и ПЖ. Такая точка в соответствии наше предположение во множестве найдется. Давайте для определенности предположим, что она лежит в той же полуплоскости ограниченной прямой Е, что и точка ПЖ. Дальше давайте сделаем следующее. Давайте мы построим срединный перпендингуляр к отрезку ПК и ПЖ. Он пересечет в какую-то точку нашу прямую Е. Точка пересечения разобьет прямую Е на два луча. Один из этих лучей лежит в полуплоскости в полуплоскости ПК ПЖ то есть все его точки ну за исключением начала, да, все его внутренние точки они ближе к точке ПК чем к точке ПЖ. Вот в данном случае это вот верхняя часть нашей прямой Е, да, это вертикальная точка, которая уходит вверх. Но если все его точки ближе к ПК чем к ПЖ то тогда они не могут быть точками границы общей границы ячей КП и ПЖ. Они просто лежат может быть внутри ячейки ПК может быть внутри какой-то другой ячейки может быть там есть еще точки но точно они не могут быть на границе ПЖ поскольку во множестве есть точка к которой они строго ближе. Это противоречие. Соответственно вывод который мы делаем в совокупности с наблюдением которое мы явно не упомянули но которое очевидно дело в том что у нас что такое ребра диаграммы Воронова в соответствии с нашим построением это участки прямых которые являются срединными перпендикулярными к отрезкам соединяющим некоторые пары точек разношенного множества то есть ребра они заведомо либо отрезки либо лучи либо прямые. Ничего криволинейного там не появится и мы сейчас доказали что прямых на самом деле быть не может если у нас опять же не все точки лежат на одной прямой и то что осталось показать что диаграмма Воронова связана это делается просто совсем давайте я сейчас нарисую такую совсем несложную диаграмму Воронова давайте предположим что диаграмма Воронова опять же не связана это означает что у нас найдутся где-то на ее ребрах две точки или найдутся две вершины но в принципе вот тоже такой тонкий момент вот в этом рассуждении связанность лучше понимать как связанность такого геометрического объекта который представляет собой объединение ее ребер здесь лучше не привязываться к вершинам мы говорим сейчас о том что какие бы две точки на ребрах мы не взяли мы не взяли мы сможем пройти из одной в другую только по ребраммам диаграммы Воронова давайте предположим что это не так допустим есть точки S и T такие что из S в T по ребраммам диаграммам Воронова не дойти давайте там рассмотрим отрезок который соединяет S и T он пересекает некоторое количество ячеек в общем случае некоторое количество ячеек диаграммы Воронова и поскольку из S в T мы дойти не можем мы делаем такой вывод что хотя бы для одной из этих пересеченных ячеек ее граница не связана если бы у любой ячейки граница была связана ну что мы сделали бы мы очень просто поступили бы вот мы дошли бы из точки S вначале до точки по границе ячейки S до точки в которую мы выходим за пределы этой ячейки потом вот следующая ячейка которую мы пересекаем мы дошли бы по ее границе из той точки в которой мы пришли в ту точку, в которой мы выходим за ее пределы и так далее. И мы построили бы путь по ребрам. Вся раз мы этого сделать не можем, значит, какая-то из пересеченных ячеек имеет несвязанную границу. Это возможно только в одном случае. Это возможно только в том случае, если ячейка представляет собой полубесконечную полосу. При том, что мы говорим о пересечении множества полуплоскостей. Так вот, если это так, то тогда, соответственно, одна из пересеченных ячеек – это бесконечная полоса, и ребра, которыми она ограничена, – это прямые. Но мы только что показали, что в той ситуации, с которой мы сейчас работаем, диаграмма Воранова не может сдержать ребра, которые представляют собой прямые. Это противоречие. Соответственно, она является связанной. Согласны с таким рассуждением? Хорошо, значит, теперь уже стало понятнее, что это такое. Давайте теперь поговорим немножечко о сложности диаграммы Воранова. Мы уже выяснили, что одна ячейка диаграммы Воранова, она может иметь сложность линейную. Ячейка может содержать n-1 вершину и n-1 ребром. Вот в таких вот ситуациях, когда у нас одна точка, она имеет ограниченную ячейку в диаграмме Воранова, все остальные не ограничены, это как раз тот самый случай. Хорошо. Мы можем сразу сделать вывод, что диаграмма Воранова имеет сложность от n-квадрат. Но, конечно, мы хотели бы работать с структурой более простой, и на самом деле эта сложность действительно линейна, как мы сейчас и покажем. То есть тривиальная оцепка, она в данном случае слишком грубая. Итак, клемма. Значит, если в нашем множестве содержится по крайней мере три точки, то диаграмма Воранова множества ВП имеет не более чем 2n-5 вершин и не более чем 3n-6 ребер. Ну, как это утверждение доказать? Еще одну небольшую диаграмму Воранова вспомогательную я здесь рисую. Такого рода оценки мы уже умеем применять, получать точнее. Но всегда для получения такого рода оценок мы использовали формулу Эйлера для плоских графов. И вот здесь всплывает как раз тот самый нюанс. Сейчас мы работаем с графом, не совсем подходящим под классическое определение графа. У него есть полубесконечные ребра. Или даже бесконечные. Давайте мы сразу оговорим ситуацию, когда у нас все точки лежат на одной прямой, тогда очевидно эти оценки соблюдаются. Давайте мы теперь будем считать, что нам нужно доказать эти утверждения для случаев, когда они все точки лежат на одной прямой, то есть диаграмма Воранова связана. Давайте мы сделаем так. И в чем проблема? Проблема в том, что некоторые ребра, они только одну конечную вершину имеют. А что же делать вот с этими концами, которые на бесконечности? Давайте мы условно ведем в рассмотрение точку, которая находится на бесконечности, то есть далеко от наших, вспомогательную точку. И к ней все эти ребра подведем таким образом, чтобы не возникло пересечения между ними. Вот это еще один очень полезный прием для доказательства утверждения, которое порой формулируется в очередной геометрии. Хорошо, вот с учетом этой вспомогательной вершины, давайте я ее обозначу по 0. После ее введения граф становится классическим уже, плоским графом, привычным нам пониманием. И вот к этому графу мы уже можем применить формулу Эйлера. Здесь теперь все честно и все правильно. Что, соответственно, мы можем сказать? Этот граф, число вершин в нем. Значит, если V – это число вершин, диаграмма Воронова, а, Е и, Ф – это число ребер и грани, то формулу Эйлера мы записываем для этого графа. В нем V плюс одна вершина. Количество ребер осталось прежним. Мы только некоторые из полу-босконечных превратили в ограниченные ребра. А число граней у нас сейчас ровно по одной грани для каждого из точек. То есть это было так с самого начала, просто некоторые грани были неограниченными, а теперь у нас только одна неограниченная осталась. Но у нас грани находятся в взаимоднозначном соответствии с точками из нашего множества. Поэтому, соответственно, мы получаем V плюс 1 минус E. Значит, F – это равняется N, на самом деле, где-нибудь число точек. V плюс 1 минус E плюс N равняется 2. Значит, формулу Эйлера мы записали, но нам явно еще не доставят какого-то соотношения между V и E для того, чтобы мы могли получить оценки, которые нас интересуют. Что же это будет за соотношение? Ну, давайте мы… Значит, что мы делаем в таких ситуациях? Мы обычно как-то пытаемся пересчитать одно и то же разными способами. Например, степени всех вершин. Да? Просуммировать. Вот. Как выглядит сумма степеней этих вершин? Ну, во-первых, это 2E. Очевидно, да? То есть мы для каждого ребра учтем два его конца. Кроме того, вот в этом графе степень любой вершины, включая ту искусственную вершину на бесконечности, которую мы добавили, она составляет по крайней мере 3. Не правда ли? Вершин степени 2 в диаграмме Воронова не может быть, им просто неоткуда взяться. Поскольку у нас было по крайней мере 3 точки, то степень вот этой вершины на бесконечности, она тоже по крайней мере 3. Хорошо. Тогда, соответственно, сумма степеней всех вершин, это есть по крайней мере 3 на B плюс 1. Вот это мы теперь сюда и поставим. Мы умножим вот это вот на 2 и запишем это так. 2В плюс 1 минус 3 на В плюс 1 плюс 2N. Значит, что произошло в этом месте? Мы вычли величину, которая меньше, чем то, что мы вычитали для этого. Соответственно, общее выражение у нас, не то, что меньше, а не больше, соответственно, это выражение, оно у нас увеличилось. То есть у нас в идее должен быть такой знак больше либо равно 4, теперь только не 2, потому что мы все умножили на 2. Вот, ну и все, теперь мы раскроем скобки, перенесем В в правую часть и получим ровно вот это. Вот В, значит, у нас здесь осталось минус В плюс 1, значит, В мы перенесли сюда. Соответственно, В меньше либо равно 2N. Вот, ну и здесь у нас осталась только одна единичка. И еще мы вышли 4. В меньше либо равно 2N минус 5. Это то, что мы хотели получить. Ну, теперь нужно поставить вот это выражение прямо вот сюда. И мы получим выражение для числа ребер, то, которое нам нужно. Число ребер не превосходит на минус 6. То есть еще один полезный прием, который мы берем на заметку, добавление точки на бесконечности, если это нужно, для того, чтобы решить проблему с бесконечными, с полубесконечными объектами или с бесконечными. Вот. Ну, а если сформулировать, сказать, в более общих терминах, тот результат, который мы сейчас получили, мы показали, что диаграмма Варанова, она имеет линейную сложность. У нее ровные N-грани, у нее O-отен вершин и O-отен ребер. Отлично. Следующий шаг. Давайте теперь мы попробуем как-то характеризовать вершины и ребра. Диаграмма Варанова. Давайте мы введем вспомогательное понятие. Для точки Ко на плоскости произвольной точки мы введем понятие максимальной пустой окружности по отношению ко множеству точек П. с центром ВКО. Если у нас есть какое-то множество точек на плоскости, то это множество П, это зелененькое, то для точки Ко мы рассматриваем что? Мы рассматриваем окружность, которая... Так, я как-то нисовала немножко выраженную ситуацию. Так, мы рассматриваем окружность с центром ВКО. В этой точке которая не содержит внутри никаких точек СП. Такая окружность гарантированно пройдет по крайней мере через одну точку СП, разумеется. Но вот в такой ситуации точка Ко она пройдет через в точке Тиаду точку СП. Если мы рассмотрим точку скажем вот такую, то максимально пустая окружность будет выглядеть вот так. Она пройдет через две точки СП. Можно также пройти через три и более точек СП. Хорошо. То есть понятно, да, что это такое? Теперь мы попробуем использовать это понятие для того, чтобы лучше понять структуру диаграммы Воранова. и еще одна теорема из двух частей. Первая часть такая. Значит, множество П из-за неточек на плоскости и из-за неточек на плоскости и точек, чем мы работаем. Значит, мы утверждаем, что точка Ко, точка плоскости, это вершина диаграммы Воранова в том и только в том случае, когда окружность СПКУ, максимально пустая окружность, пустая подтверждение к ПССССР.КУ, она проходит через, по крайней мере, три точки П. СП я напишу. И вторая часть мы так ее сформулируем. Точки ПИ и ПЖ, обе множество П, определяют ребро диаграммы Воранова в том и только в том случае, если существует точка Ко, на самом деле она лежит заведомо срединым в регуляре к ПИ и ПЖ, если она существует, такая, что максимальная пустая окружность опять же по отношению к ПСССР.КУ, она проходит через ПИ и ПЖ, но не проходит ни через какие-то другие точки из нашего множества П. было такое несложное, но информативное подтверждение. Как его доказывать? доказывать, оно фактически в лоб. Если у нас если Ку является диаграммой Ворановы, может быть, зря я ее стерла, но восстановить нетрудно. Если точка Ку является вершиной диаграммой Ворановы, то она лежит на границе по крайней мере трех ячеек Ворановы. вот те три точки ПИ, ПЖ, ПК, которые мы выделим, ну, что можно про них сказать. Они, во-первых, все равноудалены от точки Ку, поэтому есть окружность, которая имеет центр в Ку и проходит через эти три точки. И никакая другая точка не может быть ближе к Ку, чем эти три точки, так как она лежит на границах именно на чечеек Ворановы именно этих точек. Поэтому эта окружность действительно является пустой. Может быть, где-то там на ней есть еще другие точки СП. Это не запрещается, разумеется. Но вывод такой, что если Ку является совершенной диаграммой Ворановы, то действительно утверждение теоремы, первая часть первого утверждения нашей теоремы, она верна. Но с другой стороны, если выполняется, значит, в противоположную сторону доказываем, это что мы доказали? Доказали, что если Ку вершина, то выполняется утверждение. Значит, в обратную сторону, ну, тоже это фактически в лоб делается. Значит, если у нас имеется точка Ку, такая, что максимальная пустая окружность с центром по этой точке, пустая, когда по отношению Ку П, я даже сейчас об этом не говорю, да, я пускаю просто это вот. И что она проходит через, по крайней мере, три точки Пи, ПЖ и ПК. Что мы означаем? Что мы сразу заключаем? Мы заключаем, что эта точка равна долина от Пи, ПЖ и ПК. Некая точка другая не лежит к ней ближе, поэтому она должна лежать на границе этих трех ячейок, соответственно, является совершенной. Вот. Но что касается части 2, ну, доказательство тоже очень простое, но может сразу, что чуть-чуть сложнее. Значит, если у нас есть ребро диаграммы Воронова, которая разделяет ячейки точек Пи и ПЖ, то любая внутренняя точка этого ребра, она подойдет под наши требования к точке Ку. Она равна удалена от Пи и ПЖ, никакая другая точка не лежит к ней ближе, поэтому если мы проведем окружность с центром в такой точке, которая пройдет через Пи и ПЖ, то она не будет задержать внутри других точек СП, она не будет задержать внутри никаких точек СП и не пройдет ни сейчас какую-то другую. Вот. Ну и наоборот, значит, тоже очевидно, да, значит, что если у нас найдется вот такая вот точка, то она, во-первых, равна удалена от Пи и ПЖ, соответственно, лежит на их общей границе, поскольку никакие другие точки к ней не ближе, и она не является вершиной по первой части. Вот и все. Значит, она является внутренней точкой ребра, и ребро здесь действительно есть. Так что это мы доказали. И теперь можно подумать о том, как же диаграмму Воронова можно построить. Ну, простой способ построения диаграммы Воронова, это наимный алгоритм, это построить одну ячейку за другой по отдельности. Каждую ячейку построить честно, как пересечение полуплоскостей. Мы берем нашу точку, значит, мы берем очередную точку, которую мы рассматриваем. Вот. Для каждой из оставшихся точек мы рассматриваем срединный перегуляр, который соединяет эти две точки, значит, точку, выделенную Пи, и еще одну точку нашего множества. Рассматриваем полуплоскость H, P и P, G, если это вторая точка ПЖ, генерим множество из-за минус одной полуплоскости и пересекаем их при помощи алгоритма, который мы разработали несколько лекций назад. Ячейка Варанова каждая в отдельности строится при этом изобряеме от N логарифм N. Как мы помним, если мы построили таким образом N ячеек, то сложность алгоритма такого это от N квадрата логарифм N. Безусловно, она будет работать не только это слишком долго, для структуры, которая имеет всего на всю линейную сложность. Для того, чтобы понять, как можно по-другому построить, точнее, не как можно по-другому построить, а чего мы хотели бы от алгоритма другого более эффективного, давайте оценим сложность эти задачи подущим нижнюю оценку. Для того, чтобы это сделать, давайте мы покажем, что задача сортировки N вещественных чисел сводится за линейное время к задаче построения диаграммы параномы, которую я так обозначу в ВОР. Как это сделать? Входные данные для сортировки N вещественных чисел это числа. Н вещественных как-то странные, которые мы преобразуем уже знакомым нам способом в точки, потому что входные данные для задачи построения диаграммы Воранова это точки. Преобразуем мы их в точки, вида числа хи преобразуется в точку мегаментальной прямой на оси абсццид, скажем так, точку вида I 0. В общем, далее предположим, что построили прямой щековый алгоритм диаграммы Воранова для этих N точек. Как мы уже знаем, ее структура это N минус одна прямая. Эти прямые разделяют пары последовательных точек, являются едиными предпендикуляриями к отрезкам соединяющим пары последовательных точек. Если мы построили диаграмму Воранова каким-то разумным алгоритмом, то это означает, что мы получили на выходе структуру данных, которая позволяет получить информацию осмежности ячеек. Чуть иначе это бессмысленно. Если информация осмежности ячеек есть, все очень просто. Что мы делаем? Мы находим самую левую точку, выясняем, какая ячейка смежна с ячейкой Ворановой этой точки, переходим в нее, выясняем, какая ячейка смежна с ячейкой этой точки отличная от предыдущей, переходим в нее. Таким образом, мы получаем упорядоченную последовательность точек, и даже отбросив просто ординаты нулевые, мы получаем упорядоченную последовательность чисел. Это ответ на задачу сортировки. Вот вам сведение. Очевидно, преобразование и в эту сторону, и в обратную просто бросование ординаты выполняется за общее время O от N. Задача сортировки имеет нижнюю оценку сложности N логарифм N. Вывод, который мы делаем, что нижняя оценка сложности для задачи обстроения диаграммы Вороновой есть также N логарифм N. Такой алгоритм мы и построим. Это то, что мы хотим. Ну и как можно эту задачу решать? На самом деле, для ее решения существует, конечно, не один оптимальный алгоритм. Алгоритм первый был предложен еще в 75-м году Шеймосом и Хуе. Вы слышали уже тоже об этих именях. Значит, это divide and conquer. Разделяем настрой. Он позволяет построить диаграмму Вороновой за оптимальное время от андагаритм Мэн. Вот. Ну, если так очень коротко, то мы разбиваем на каждом шаге множество точек примерно пополам. Вертикальный прямой у нас множество есть они одно левое, другое, правое. После этого для каждого этих падения мы строим диаграмму Вороновой и после этого выполняем шаг слияния. Вот там нужно аккуратно сшить их. Это не слишком сложно, но в деталях мы не будем поговорить об этом алгоритме у нас не столько времени, а рассмотрим мы другой алгоритм, который решает эту задачу методом плоского заметания. И это интерес тучи более сложного заметания. Как раз мы об этом поговорим в деталях этот алгоритм был предложен Стивеном Форченом в 1987 году. Его служит антаж оптимально это отен логарифм времени и отен памяти. И этот алгоритм мы обсудим на следующей паре, которая через 10 минут начнется. Я сразу скажу, что на самом деле это очень интересный пример. Я расскажу этот алгоритм это уже классическое возложение такое которое приводится в учебниках которые очень хорошо понимают студенты любые желающие любые интересующиеся. Но если вы возьмете статью которую написал Форчен в 1987 году вы будете удивлены тем насколько отличается там возложение от того которое стало теперь каноническим. И может быть если у вас будет возможность вы эту статью можете на сайте СМ библиотеке SMDL вы можете ее скачать оттуда и может вам будет просто интересно понять как трансформируются идеи в процессе какого-то их дальнейшего обдумывания и как вещи которые гораздо более сложные выглядят в начале могут быть упрещены.